Алтай приятно удивил представителей Федерального совета по правам человека. Всего 30 жителей, а не сотни, как в других регионах, пришли на прием. Приятно, но с реальным масштабом проблем это мало связано. Разговор сегодня начали с той сферы, где унижать и игнорировать на взгляд многих проще всего с колонией и СИЗО. Сделать флюорографию, если она выявит какие-то патологии, связанные с туберкулезом, чтобы его сразу направить уже по другому коридору, по медицинскому коридору. Потому что, ну это страшная цифра, которую вчера нам назвали в СИЗО. За 5 месяцев выявлено 22 новых случая туберкулеза. Сомнительным экспертам показался и медицинский подход, и чисто человеческий. В списке жалоб алтайских задержанных нет тапок и мыла, не дают позвонить, избивают, шьют дело. Нами сегодня ежегодно рассматривается более 70 жалоб, которые поступают от осужденных. 90% этих жалоб касаются по правосудности приговоров. Конкретные фамилии тут же помечали люди в погонах. А председатель совета писал пожелания от края. Например, пересмотреть норматив вырубки с учетом уникальности ленточных боров. Об архитектурном наследии говорили на примере усадьбы Михайлова, той, что сносят ради строительства прокуратуры. Федотов посоветовал всем сделать выводы и создать свой совет по правам человека. Начались протесты, обращения в прокуратуру, в суд и так далее. Можно до этого не доводить. Вот СПЧ в регионах, они как раз могут эффективно позволять предотвращать конфликты. Если уж конфликт возник, то быстро переводить его в разряд дискуссии. А губернатор Виктор Томенко отметил социальную инициативу, которая уже действует в крае. Приемные семьи для пожилых людей. У нас в регионе таких 175, в других – тысячи. Остаться там, где они привычно прожили большую часть своей жизни. И где-то, возможно, у дальних родственников или, скажем, у людей, которые готовы их принять у себя там, где они обычно живут, перед тем, как, например, уже согласиться с предложением престарелых. Совет по правам проведет на Алтае еще день. Завтрашний посвятят сложным вопросам в муниципалитетах. Одна из проблем там – разрушительная для экологии добыча рассыпного золота на реке Ануй в Солонишинском районе. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.